Все, я поняла, что напоминает, девочки, напоминает запах скраба виноградно-сахарного. Вы видите? Усталась половина. Как вы думаете, кто их съел? У меня и тот, и другой костюм в размере 42, и при этом он оверсайз такой, смотрите. Привет, девчонки и мальчишки! Место встречи изменить нельзя, назовем это так, да? И, конечно, самый удобный момент начала съемок, это именно в машине. Почему-то получается в основном так, но это влог, и я надеюсь, вы меня за это простите. Только что была на пункте выдачи Озон, забрала кое-что очень-очень интересное в тему витаминов, кожа, ногти, волосы и тому подобное. Вот. Потому что, потому что осень. Потому что есть такая необходимость. Вот. И тоже вы меня много спрашиваете по поводу того, как волосы так быстро отросли и так заметно. Да, действительно, заметно. Тут я и поспорить не могу, с учетом того, что я недавно все-таки попала к парикмахеру и немного их подровняла. То есть, ну, так, сантиметра, полтора, два, наверное, я подровняла. Вот. На самом деле, фу-фу. Хорошо растут, но это я к чему говорю. Это я говорю к тому, что я принимаю витамины для этого. Разные. Один из комплексов, который я принимала, я вам уже показывала. Вот. Который был для беременных, до беременности, во время и после. Комплекс такой прям нормальный. Мне понравилось его действие на меня, я его заметила. То есть, там много витаминов и микроэлементов, которые мне необходимы, в том числе железо, ферритин. Вот эти все вещи, ну, девчонки знаете, да, вот эту вот мою историю. Кто давно смотрит, что у меня периодически падает ферритин. И, соответственно, я его не до еда поднимаю. Ну, то есть, я к витаминам отношусь нормально. Я принимаю витамины, я знаю, какие мне нужны. И осень, это как раз то время, когда они необходимы. Поэтому я снова себе заказала. Точнее, не снова заказала, а снова приобрела. Сейчас вот я заказала в интернете. Буду рассказывать вам о них чуть-чуть попозже. Еще в этом влоге я вам покажу мою давнюю хотелку. Появилась у меня интересная штука. Вот, и мы с вами вместе ее посмотрим. Я еще не тестировала, но мне очень-очень интересно. Это будет касаться массажа дома. Знаете, ой, как интересно. Слушайте, я вам сейчас переключу. У нас тут такой туманчик. Смотрите, еду сейчас в Анапу. И тут на горах висит вот такой вот туман. Кстати, сегодня у нас прям похолодало. Вчера я ездила на мульку, мыла машину. Причем сделала это самостоятельно. Кайфанула от этого процесса. И в инстаграм, кстати, был у нас розыгрыш с девчонками. Такой спонтанный пришел мне в голову. И я решила его устроить. Это была довольно весомая скидка на мои вязаные изделия. Шамочки, носки и так далее. Сейчас как раз сезон. Покупают многие девчонки у меня, заказывают. И я решила подарить такую скидку в 25% тем, кто угадает, куда я ехала. Ну и информация для того, чтобы можно было угадать, она тоже была. Я там дала вводную информацию. Ну, девчонки, кто в инстаграм подписан, те знают, о чем я говорю. Вот. Это я к тому, что вчера я машину мыла. Было очень даже тепло у нас. Наверное, где-то около 20 градусов, мне кажется. И солнышко светило. А вот сегодня прям попрохладнее стало. И видите, как прям такой какой-то туман, да, прям вот висит, как облака над горами. Это, конечно, красиво, но холода не хочется от слова совсем. Так, возвращаюсь вам лицом в кадр. Вам болтаем. Я вернулась. Значит, что я вам хотела сказать. По поводу массажа, кто знает, тоже, кто смотрит давно, я уже показывала вам. Помните, я приобретала массажер в аптеке. Я его много раз показывала для спины. Приобретался он не для меня. Не буду говорить для кого. Ну, девчонки из давних зрителей понимают, о чем я говорю. Так вот, этот массажер я с собой не забирала. Он остался там, для кого он был куплен. Но тема массажа, она достаточно актуальна. То есть, девочки-вязальщицы тоже меня поймут. Да и кто работает за компьютером, кто много сидит. Спина начинает как-то вот, ну, ныть спина, что-то там еще. Вот такие какие-то моменты, да. Ну, это есть. И каким-то образом нужно приводить себя в порядок. В данном случае неплохо помогает именно массаж. Ну, и я решила обзавестись таким интересным гаджетом для себя. Более серьезным, чем в прошлый раз я покупала. Им можно пользоваться без помощи, какого бы то ни было. Тоже вам буду показывать. Интересная штука. Не тестировала еще, но мне очень интересно. Так что, да. Так, сейчас я еду. Мне нужно купить воду. То есть, поменять бутылку воды. Закончилось. Я пью только вот такую бутилированную, да, воду, наверное, для кулера. Но у меня не кулер, у меня просто насос такой стоит. Покажу вам, если хотите. Вот. Что еще я хотела? Мне нужно кое-что купить в фиксе. Вот. Ну, такое. В общем, сегодня день более расслабленный, чем вчера. Вчера у меня был какой-то режим электровейника. Он включился с утра. И до позднего вечера я переделала кучу дел каких-то. Начала какие-то новые проекты по вязанию. Закончила старые. Сварила уху. Испекла кекс. Помимо всего прочего, еще куда-то ездила. Что-то делала. Отправляла письма. По почте там что-то. Ну, в общем, вчера был очень продуктивный день. Сегодня я встала. Думала, что так же он у меня... А, еще машину же помыла. Что он так же будет у меня сегодня очень таким, знаете, продуктивным. Но нет. Мой организм, видимо, сказал нет. Вчера достаточно. Сегодня на лайте. Поэтому сегодня я на лайте. Плюс погода. Вот такая, когда меняется погода. У меня такое, знаете, состояние пришибленное. По-другому я и сказать не могу. Вот. Такое какое-то. Сколько кофе не пей, не особо по кайфу. Но я знаю, что мне нужно. Мне нужно вернуться к спортивным каким-то занятиям. Посмотрим, будет это дома. При помощи сервиса какого-то. Либо я снова вернусь в зал. Я пока еще не решила. Но это мне, в общем-то, нужно. Так, ладно, девчонки. Сейчас отключусь от вас. Девчонки, быстрый обзор. Частью моего заказа из нашего с вами любимого василька. Это вот такой вот костюм. Покрутитесь, пожалуйста. Все, задамога. Спортивный костюм. Теплый. Трехнитка. Удобный. Мама оценила. Покупался для нее. Приобретался. В красивом таком цвете. Мятном каком-то что ли. Не зеленый или не мятный. Что-то среднее бирюзовое. С глубокими карманами. Шлицы вот эти вот они белые. Есть капюшон. Рост хороший. Высота вообще шикарная. То есть, если вы не любите, когда спадают брюки, да, нужна хорошая высота, то это как раз тот самый случай. В общем, оценили. Ссылки, конечно, оставлю в описании. Смотрите. Себе хочу заказать еще в каком-нибудь цвете для себя. Я пока такой теплый еще не заказывала. Вот. Но вообще классный. Очень классный. Прямо мне захотелось. Отличный костюм. Для этой стоимости просто... Для этой стоимости просто шикарный. Благодарю вас. Так. Мой фикс. Мне нужно кое-что взять. А именно, а именно... Блин, неужели нету? Нету, нету. Нужна была лицелярка. Но не вот этой фирмы. Помните, я вам показывала в высоких таких баночках. Понравилось мне. Но нету. А вот насчет этой я не знаю. Я ее не брала и понятия не имею. Вдруг она вообще не фонтан. Жаль. Жаль. Придется какой-нибудь другой. Девушка, а вы не подскажете мне? Вот кто-нибудь не пробовал из вас вот эту мицелярку? Хорошая, нехорошая? Ну, берет девочка. Да? Да. Говорит, работает. Потому что я брала в фикс-прессе такой длинной баночки. Она нормальная была. Вот такую не брала. Вот она вот эту берет. Зелененькую или розовую? Розовая? Разница. Ну, в общем, возьмем. Местные берут, девочки. Возьмем, попробуем. Ладно. Хорошо. Так. Что тут у нас интересного новенького? Ой, да много чего новенького. Так, девочки, смотрите. Скрабы наши любимые. Ореховый тут самый потрясающий. Имейте в виду. Крем-ватер для тела. Ну-ка, интересно. Давайте-ка мы глянем с вами состав. Что здесь у нас в составе? Масло миндаля сладкого. Ну, на первом месте вода. А потом, кстати, орел, алкоголь. Ну, не знаю. Не знаю. Если пробовали, дайте обратную связь, понравилось или нет. Корея. Написано крем для рук. Ну-ка, глянем. Действительно ли это Корея? Так. Так, изготовитель Корея. Парфюмированный крем для рук. Интересно. Интересно. Много-много кремов для рук. Ну, и все вот эти вот истории, которые полезны. В домашних домашнем уходе, скажем так. Что-то у нас нового. Какие-то гели для душа интересные. Так. Лак для волос не видела раньше. Прелесть появился. 199. Но я такой не использую. Ничего не могу сказать. Что тут еще у нас? Ну, много прям шампуня. Кстати, вот смотрите. Помните, я брала на пробу вот такой шампунь бессульфатный. Мне как шампунь он не понравился. Он волосы очень как-то мочалистыми делал. Хотя и промывал хорошо. Я его использовала как гель для душа. И в таком варианте он мне понравился. Вот так. Хочу понюхать, как вот этот пахнет. Не фонтан. Вот. Тут еще теперь есть вот такие шампуни с понтенолом и от перхоти. Дав наш любимый и так далее. Ну, много чего, девчонки. Много чего. У нас прям вот в этом новом магазине очень много чего появилось. Средства для педитура. Боже, девчонки, свечи. Свечи. Ароматы просто потрясающие. Такие классные. Обратите внимание, вот эти по 199. А вот эти, которые подороже, с тремя фитилями. Здесь ароматы вообще просто, просто потрясающие. Очень мне нравится. Вот этот вот. Сейчас я какую-нибудь, наверное, выберу. Ой, синий мне не нравится. Мне пока что больше всех нравится вот этот красный. Черный это кокосовый, красный это у нас с тремя фитилями. Не знаю, что это аромат. Но пахнет чем-то, чем-то как будто бы фруктовым. Таким вишневым даже, что ли. Тоже красивые подсвечники. Аромат мне не нравится. Так, Юлечка, блогер из Краснодара, хвалила вот эту. Ну-ка. Да, классно пахнет. Юля, если будешь смотреть, тебе большой привет. Классно пахнет действительно чем-то, как будто бы апельсинчиком. Похожий аромат, да. Ты очень точно описала, могу тебе сказать. Так, ну-ка. Вот этот чем у нас пахнет? Откройся, пожалуйста. Ну, давай. Уже очень хотим с тобой познакомить. Нет, мне этот не нравится. Я понимаю, чем пахнет. Что-то такое прозрачный какой-то аромат. Вот черненький. Черный пахнет. Тоже не особо понятно, чем. Но, в общем, мне пока нравится этот больше всех. Если из этих, которые подешевле, свеча в стакане, то вот этот вот плохо с английским. Слушайте, я не могу это перевести. Так, в общем, сейчас подумаю, возьму или вот этот, или вот этот красненький. Ой, боже, аромат. Все, я поняла, что напоминает. Девочки, напоминает запах скраба виноградно-сахарного. Вот что напоминает. Вот прям, да, очень похож. Наверное, возьму. И вот смотрите, что еще мне здесь нравится. В преддверии Нового года. Это вот такие наборчики свечей из трех штук. Как раз их на столе так выставлять будет здорово. Есть они, видите, в каких красивых оттенках. Все любуйтесь. Вот этот, это же вообще просто прелесть. Набор из трех свечей. Стоимостью 199 рублей. Недавно мы с вами были в магазине Cuehenland. Ну, там, конечно, совершенно другая стоимость. Такие же, по большому счету, свечи. Так что, ну, радует. Фикс радует в последнее время. Прямо радует, честно говоря. Так, ну что, пойдем смотреть, что дальше. Тут еще мне может потребоваться. Ой, прям классно. Прям классно. Салфеточки появились вот такие новогодние. Много-много различной упаковки и декора новогоднего. Но этим я уже никого не удивлю. Все знают, что очень много всего фиксим. Из такого рода украшательств. Белочки страшноватые слегка. Легка страшноватые. Эти игрушки елочные. Тоже в Cuehenland есть вот такие типа ретро-игрушки. Ручной работы. Но очень-очень сильно дороже, чем здесь. Так, смотрите, девочки. Такие интересные заколочки для волос появились. Металлические. С красивыми какими-то прям цветочками. Не знаю, если вы такое любите, присмотритесь. Вот подумала взять игрушку антистресс. Соедини шарики. Как вы думаете, будем ли это сразу изгибляться? 29 рублей. Так, и снова мы смотрим. Появились все-таки салатники. И вот такие вот были емкости для холодильника. И микророновая печь только в прямоугольной форме. И теперь есть круглые на 3 литра. Так, заскочили по делам. Водичку купила. Заскочили также светофор и фикс прайс. И смотрите, не заметила, что взяла помятую такую упаковочку. Вот эти помидорчики в светофоре. Это Италия. Очищенные в собственном соку. До 100 рублей. Стоят очень классные. Покупаю уже несколько раз. Прям здоровские для борща. Использую для солянки. Прям классные. Мне очень нравятся. И взяла аж 2 упаковки. Вот как обычно. Все, что происходит случайно, приносит наиболее классные результаты. Помните, я вам уже показывала. Были вопросы, много вопросов по поводу, какие вкусняшки из светофора, конфеты, что-то такое. Я могла бы порекомендовать. И я вам показывала, что приобретала вот такие сухарики из яблочной пастилы. Пожалуй, это, наверное, единственные сладюшки, которые оттуда я могла бы посоветовать. Потому что они максимально полезны. Здесь состав, смотрите, печеное яблоко, сорт Антоновка, яичный белок. То есть даже сахара нет. Они такие вкусные, девочки. И насколько же они получаются выгодными. Здесь 250 грамм стоимостью 199 рублей. Вот прям для вас запомнила. В обычных таких магазинах, каких-то типа Пятерочки или других, продается Белевская пастила. Там буквально 40 грамм. И стоят рублей 150, наверное. То есть здесь получается 250 грамм. И они реально вкусные. То есть вообще я как-то в тот раз, когда приобрела половину упаковки, наверное, захамячила, просто сидя в машине, куда-то ехала. То есть очень классные. Взяла две. Я прям довольна, что завезли. Наверное, стоит взять прям еще. Чтобы были. Очень крутые. Советы. Прям очень-очень советую. Ну а пофиксу мы пробежимся дома. Здесь мама для себя что-то брала. Что-то я для себя. В общем, ладно. Кстати, свечи ароматизированные я брать не стала. Что-то я пока их там все перенюхала. Мне прям поплохело. И я уже и не захотела их брать. Возможно, в следующий раз. А мы, в общем-то, двинулись дальше по делам. Субтитры сделал DimaTorzok Это у нас уже с нами день какой-то следующий этого влога. На самом деле переделали кучу важных вещей. Съездили там везде, где нужно было продукты купили. Слушайте, сейчас у меня в машине вот эти сухарики яблочные. Вы видите? Осталась половина. Как вы думаете, кто их съел? Не будем показывать пальцем. Они правда очень вкусные. Если вы не любите, знаете, такие вкусняшки, которые прям очень-очень сладкие, приторные и так далее, а даже с легкой ноткой кислинки, вот это вам очень-очень понравится. Сейчас в светофоре они есть. Поэтому советую присмотреться и попробовать. 199 рублей за 250 грамм. Это немного. Очень даже. Ну, смотря с чем сравнивать, да? Но они вкусные. Вот. И такие прям, знаете, кисло-сладенькие. Ну, хорошие. Единственный их момент плохой. То, что остановиться очень сложно. Здесь как с семечками, знаете? Вот что-то ты хрумкаешь, 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 и раз уже полмешка нету. Уже челюсти задолбались, хрумкаете, а ты все остановиться не можешь. Так, сейчас жду маму. Она пошла в ветаптеку. Нужно ей там кое-что купить. И поедем домой. Я вам покажу, что еще заказала на Василечке, нашим любимым. Я еще заказала костюм для себя. Повторила. Если помните, в прошлом видео я заказывала костюм синий, такой классный, спортивный, неутепленный, обычный такой, ну, как сказать, осенний, да, демисезонный, без утеплителя. Мне очень понравилось. В нем очень комфортно дома. Ну, я и не вне дома. Я в магазин в нем ходила. В принципе, в парикмахерскую без проблем. Вот. И я себе такой же заказала в мятном цвете. Потому что он мне реально понравился. Хороший костюм. Такой вот, знаете, который на следующий год, еще через год с ним ничего не случится. Он будет служить. То есть, ну, я считаю, вот такие какие-то базовые вещи. Пусть даже это вещи полу, допустим, домашние. Кто-то будет их считать просто домашними, кто-то нет. Они должны быть. Хлопок, натуральная ткань. Все замечательно. Вот. А костюмы, честно говоря, ну, есть ведь с чем сравнить. Я покупала и дорогие костюмы, и спортивные костюмы, и всякое такое. Но вот все равно хлопковые они тоже должны быть, потому что в них комфортно, в них тепло, если нужно согреться. Ну, вообще базовая такая вещь. И вот сейчас я смотрю на тот костюм, который на маме вам показывала. Понимаю, что точно буду заказывать себе еще, может быть, маме в каком-то цвете, а может быть, и себе еще в каком-то цвете закажу. Потому что, ну, вот знаете, это костюм из серии «Если поехать куда-то отдохнуть». Да, вот у меня есть из иконики утепленные такие кеды на меху. Я бы хотела не такого сливочно-бежевого цвета. И вот я бы хотела заказать что-то к ним подходящего цвета. Возможно, розовый костюм я закажу. А возможно, надо посмотреть, какие там цвета. По-моему, там розовый, кофе с молоком, вот что-то такое. Надел, надел вот даже вот эту дутую куртку, теплые кроссовки, шапку, и вообще все. Тебе ничего не страшно, тебе тепло, комфортно, и вообще. Вот. Так что, да, хочу еще сегодня показать вам остатки, остатки сладки нашего заказа. Вот. Ну, пока такие новости. Подключусь к вам уже дома. У нас похолодало, зябко, прохладно, ветер, такое чувство, что зима прям. А я еще так сегодня оделась, не по-зимнему, но это я умею. Ладно, девочки, включусь к вам чуточку по позе. Так, друзья, покажусь вам в полный рост, а то так сегодня вы меня и не увидели. Вот таким вот образом я сегодня выглядела замерзла, девочки, замерзла, как суслик, честно говоря. Как-то я не подрассчитала, что так прохладно. Несмотря на то, что пуховик у меня теплый, заказывала я его на Ля Редут еще в прошлом году. Но вот то, что ноги, вроде бы колготки теплые, да, но тем не менее все равно я немножко подмерзла. В общем, вот так вот я выгляжу. Сейчас, когда вам снимаю, понимаю, что зеркало очень маленькое. Нужно прям, я не знаю, идеальное, знаете, для блогера еще и вижу, что тут на стекле, что-то надо стекла почистить, зеркала. Идеальная, наверное, для блогера ситуация, это когда есть прям зеркальная стена или очень большой шкаф с огромными зеркалами. Тогда будет здорово. Мне, конечно, очень не хватает, очень маленькое для меня зеркало. Хоть, блин, бери и реально стену делай зеркальной. В общем, ладно, все, сейчас буду переодеваться и что, попью кофе и покажу вам то, что еще не успела показать по Василечку. Там как раз, ну, видите, лежит то, что еще заказали. Так что, да, не переключайтесь, сейчас все вам покажу. Так, вот он мой синий костюм, смотрите, который я уже вовсю ношу. Я в нем ходила и в магазины, и в парикмахерскую здесь, недалеко от дома я ходила. И вообще, в целом, он мне очень нравится. для дома самое то. Выйти за продуктами в ближайший магазин тоже прекрасно. В общем, вот такой вот костюм. Он хлопковый, вообще с ним все замечательно, вопросов у меня никаких к нему нет. Сейчас я переодену тот, который я заказала в новом цвете и покажу вам, как выглядит он. И вот новенький в мятном цвете, который я как раз вам и говорила, что заказала. Вот так вот он выглядит, красивый цвет. Классно подходит брюнеткам. И светлый вроде бы, да, не темный такой, при этом достаточно яркий. У меня и тот, и другой костюм в размере 42, и при этом он оверсайз такой, смотрите, да, то есть он вообще ни разу не маленький. По длине брюк тоже нет никаких, так там мне машинка стирает, надеюсь, никого это не смутит сильно. по длине брюк тоже не возникает никаких вопросов, по той причине, что на высоких девушек, я бы даже сказала, на рост чуть выше среднего, все будет хорошо, потому что вот мой рост метр семьдесят два, и длина здесь хорошая, то есть вот и брюки нормальной посадки, я имею ввиду, то есть они не низкой посадки, ну и длина тоже хорошая, так что если вам актуально такое, то посмотрите, ссылочки будут в описании, классный, прям классный, такой приятный, мне нравится, комфортный, так, что касается костюма для мамы, то высота, посадка, все там замечательно, единственный момент, брюки, мы так подумали, мы бы, наверное, от себя рекомендовали брать на размер больше, то есть если у вас сорок шесть, то брюки, наверное, лучше брать в размере сорок два, а вот что касается верха, ой, сорок восемь, да, а вот что касается верха, то там верх, он прям такой оверсайз идет, можно брать размер в размер, тогда он будет вам просто оверсайз, если вы хотите, чтобы чуть-чуть, ну как бы поменьше было, то тогда лучше на размер меньше, но я бы рекомендовала брать в размер, что касается именно верха, а штанишки, если вы хотите, чтобы они не были прям в обтяг, то лучше на один размерчик побольше, ну в общем, вот такая у меня обновочка, сейчас еще кое-что покажу, это не все, там еще один костюмчик такой полупижамный, либо домашний наверное, можно так сказать, и постельный сейчас, 2 секунды и все покажу так, и еще один вот такой костюмчик это уже прям домашний костюм у меня есть точно такого же качества платье и как бы зная качество этого костюма, я маме советовала взять вот такой, внутри он с таким начесиком ну то есть он не то, чтобы прям какой-то знаете, очень-очень теплый, но при этом он утепленный, есть карманы мне кажется, что он вот знаете, такой домашний пижамный даже, я бы сказала длина брюк ну на сильно высокий рост не пойдет, это до метр шестьдесят восемь, наверное, вот так будет более-менее нормально, дальше будет коротковат, но опять же, зависит от длины ваших ног, брюки с карманами посадка достаточно высокая комфортная, и вот такой верх, это у нас, я не знаю как это даже назвать вот джемпер, да, верх рукав здесь три четверти как раз подойдет девочкам, которые любят домашними делами заниматься, вот в таких вот вещах, где неполная длина рукава это более комфортно мне тоже так иногда, знаете, подкатишь рукава и как бы тогда удобно, у нас костюм в размере сорок шесть, по спинке он немного удлинен впереди чуть-чуть покороче, ну в общем вот так вот получается выглядит костюм комфортный, удобный, теплый ну вообще отличный, за свои деньги опять же, знаете, это прям вот хлопок стопроцентный, но мне кажется вот этот начес, это не стопроцентный хлопок но так он хлопковый, это чувствуется единственное, вот этот утеплитель, хотя бог его знает, иногда синтетику примешь за хлопок, а иногда наоборот в хлопке сомневаешься ну в общем, вот такой костюмчик ну и на закуску у нас постельное белье комплект, это бренд производства именно Василек Love весна называется, у меня поплин двухспальный, так наволочка у нас, по-моему, на молнии да, наволочка здесь на молнии красивого цвета такого ну распаковывать я не буду, в силу того, что предполагается, что он будет на подарок но пока это не точно посмотрим, может быть оставлю себе а может быть действительно подарю вот, что касается постельного белья вот Василька вообще никогда у меня никаких вопросов не возникало, я довольна всем постельным бельем и в принципе если я когда-то кому-то дарила, тоже в основном получаю да не в основном, а все положительные отзывы на постельное белье будь то сатин, поплин и так далее конечно, совсем тоненькие постельные которые вот самые-самые бюджетные я ни разу не приобретала на Василеке, ничего не могу о них говорить а те, которые вот средней стоимости и выше к ним у меня вопросов никаких никогда не было так что проходите по ссылочкам в описании, смотрите если все это еще есть в наличии то сможете и вы себе приобрести качественные вещи за вполне себе приемлемую стоимость это искренне и то есть качественные и вот вот Продолжение следует...